Привет, друзья! Меня зовут Константин, и вы на канале Инвестиции. Сегодня я пополняю свой фондовый счет на 300 рублей. Он у меня состоит из фондов компании FINEX на акции различных компаний и фонды от Тинькофф на акции российских компаний, вот iMOX. Пока фонды FINEX заморожены, они, кстати, содержат себя внутри валюту, благо валюта сейчас более-менее в доллар подрос, поэтому когда разморозятся вот эти фонды, я даже не знаю, продавать их или оставлять, потому что это иностранная юрисдикция, я инвестирую через российского брокера. Поэтому фонды FINEX я, наверное, не буду держать, а просто буду держать один фонд на акции российских компаний iMOX. Почему он? Да, потому что у меня брокер Тинькофф, и его можно покупать без комиссии. И в плане обзора, если посмотреть на этот фонд, среднегодовая доходность 16,5%, это с 1997 года полная доходность, то есть включая дивиденды. Дальше мы посмотрим, какие активы, да, можно посмотреть, содержит состав фонда, какие акции, кстати, по Лукоилу скоро должны прийти дивиденды, поэтому цена пая может увеличиться. В принципе, ребалансировка, дивиденды, купоны, вот стоимость фонда 0,79% от стоимости чистых активов в год, но важно учесть, что налог фонд не платит с дивидендов, и это, в принципе, перекрывает расходы фонда. Поэтому возвращаюсь к своему фондовому счету, нажимаю кнопку «Пополнить», ввожу 300 рублей со своей карты, когда-то я начинал, помню, со 100 рублей, потом 200, планирую увеличивать тоже 400-500 рублей. Вот, пополнил, если посмотрим аналитику, то за все время доход пока минус, вот, сейчас посмотрим, доход пишет минус 838 рублей, хотя внизу минус 1132, посмотрим чуть позже. За год минус 770, 6 месяцев, уже в плюсе за 6 месяцев, за месяц, да, тоже плюс, но неплохо, за все время, в принципе, вот. Так, буду покупать фонды на акции российской компании, видно, что на текущий момент, когда я записываю видео, находится на хаях, 4 рубля 11 копеек, в принципе, это и в стакане видно, 4,11. Ну, буду покупать, нажимаю «Купить» на фондовый счет, посмотрим, сколько доступно, доступно 77. Покупаю ровное количество, 70, смотрим, 287 рублей. Нажимаю «Купить». Все, заявка исполнилась, куплена, поэтому в деталях. Вот такой результат у меня, в принципе, по этому фонду, минус 1000, значит, аналитика там показывает не совсем корректно. Минус 15%, минус 1000. В принципе, вот здесь точно так же отображается. Зайдем еще раз в аналитику. Да, в принципе, все, видимо, баг был. У Тинькова есть такой вот момент. Посмотрим, 5-6 месяцев, месяц, да, и видим, что уже совсем другие результаты. За все время минус 1138, за год, за 6 месяцев, тоже небольшой минус, и за месяц уже идет плюс, так как российский рынок потихонечку восстанавливается, приходят дивиденды с многих компаний, поэтому в этом и плюс. Так что посмотрим, когда фонды Finnex разморозятся. Наверное, придется мне их все продать и инвестировать в один фонд, и будем сравнивать доходность вот этого фонда, IMOX, с моим брокерским счетом, ИИС, на которых я инвестирую в отдельные акции. Тоже можно здесь смотреть новости фонда, когда он покупает какие-то активы, да, управляющие этим фондом. Соответственно, когда поступают новые деньги, выплачиваются дивиденды. В принципе, сейчас посмотрим, дойдем, когда вот были выплачены крайние дивиденды, но скоро тут по лукоилу будут выплачены. Сейчас посмотрим, вот фонд получил дивиденды по Русалу на 1 миллион рублей, поэтому все дивиденды реинвестируются. И плюс в том, что, я говорю, здесь нет налога на дивиденды. Ну, то есть, как мы физики платим, да, там, допустим, 13% или 15% в зависимости от прибыли, 5 миллионов и более, по-моему, сейчас. Поэтому, вот такой плюс. Благо, доллар находится пока на привлекательных уровнях. Ну, посмотрим, когда вообще разморозятся вот эти фонды FINEX, стоимость их пересчитается, и, конечно, убыток не хочется продавать. Хочется хотя бы в ноль продать, и буду реинвестировать тогда вот в этот фонд. Ну, все. Всем большое спасибо, удачных в инвестиции и с наступающими праздниками. Всем пока.